30 июня 1908 года в Красноярском крае в районе реки Тунгуска взорвался метеорит. Ударная волна повалила деревья на площади более 2000 квадратных километров. Начался огромный пожар. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 1000 километров. Толчки зафиксировали сейсмографы по всему миру. Такие крупные тела залетают к нам примерно раз в 70-80 лет, а более мелкие падают на планету регулярно. В год примерно 2000 тонн. Почти все метеориты разваливаются на мелкие фрагменты, когда входят в атмосферу Земли. Например, экспонаты Московского музея космонавтики. Метеориты, упавшие на территории России и Белоруссии. Надо понимать, что это не весь метеорит, это только его маленький фрагмент. Они там весом примерно около 300 килограммов, каждые 250-300. Это только маленькие кусочки метеоритов. То есть сам огромный метеорит, само огромное тело в большей степени сгорело в верхних слоях атмосферы. И остальные его фрагменты, некоторые находятся в частных и государственных коллекциях по всей России, и в частности в Белоруссии, например. А остальные, возможно, до сих пор покоятся в недрах Земли. Момент дробления болита можно увидеть на кадрах падения Челябинского метеорита, который прилетел к нам в феврале 2013 года. Домовой хвост – это и есть период распада. Все, что долетело до Земли – относительно небольшие оплавленные камни, основная часть которых попала в озеро Чебаркуль. Однако взрывная волна была такой сильной, что оставила без стекол десятки зданий. Кроме того, обрушились стена и крыши Челябинского цинкового завода. Общий ущерб от падения метеорита специалисты оценили в миллиард рублей. Впрочем, иногда небесные тела могут приносить и пользу. Так на территории современной Сибири находится Попегайский карьер. 35 миллионов лет назад метеорит врезался в поверхность Земли, образовав огромную воронку. Внутри нее появились импактные алмазы – самое твердое из известных веществ на планете. Эти уникальные минералы также можно увидеть и потрогать в Московском музее космонавтики. Это кусок земной породы, который был очень сильно преобразован в результате столкновения с метеоритом из-за большого давления, высокой температуры. И при определенной фантазии, доле включения фантазии, можно прямо увидеть, как будто его сжало и изменило форму, как будто огромная сила его действительно с двух сторон сжимала. Ну, с одной стороны, это наша с вами Земля, с другой стороны, это кусок какой-то породы из космоса, который об нее ударился. А вот еще примеры необычного применения космических тел. Например, самый дорогой дом в мире декорирован вставками из метеорита. Из метеоритов также делают украшения, а само изучение этих небесных тел — это поиск ответа на вопрос, как появилась Вселенная.